Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Озвучиваем Новый Завет с толкованием. Номер 21. Послание к Кремлинам, 8 глава, стих 1. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Толкование Блаженного Фефилакта. Сказал, служу, вместо служил, ибо вспоминает о прежнем. Намеревается сказать, что нет ныне никакого осуждения и т.д. и показать неизреченную благодать Христову. Вспоминать, каковы мы были прежде, и что мы умом познали доброе, но плотью, то есть по немощи плоти, подчинялись закону греха. Но теперь нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, то есть сподобившимся крещению. А поскольку многие грешат и после крещения, то присовокупил, живут не по плоти, даваясь им разуметь, что все зло происходит от нашего нерадения. Ибо теперь возможно и легко жить не по плоти. А до Христа это было весьма трудно. Но мы должны не только не жить по плоти, но и жить по духу. Ибо венец доставляется не воздержанием от порока, но участием в добродетели и духовных делах. Римлянам 8 глава 2 стих. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Толкование. Законом духа называют духа святого, как и грех назвал законом греховным. А законом жизни назвал закон тот, в отличие от закона греховного, доставившего нам и смерть. Ибо благодать Божия умертвила и грех, и смерть. А сделав для нас борьбу легкой, вывела таким образом на подвиг. Злые языки дерзнули, разумеетесь, здесь под законом греховным закон Моисеев. Но апостол нигде не именовал его так, а назвал его святым и духовным. Если же возражает и Моисеев закон духовен, то какое же различие между ним и законом духа? Весьма большое. Закон Моисеев только дан духом, а закон духа и преподал духа. Римлянам 8 глава, 3 стих. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Толкование. Упомянув о духе, теперь упоминает об Отце и Сыне, научая Троице. Говорит, казалось бы, против закона, но на самом деле нет, ибо не сказал, что закон делал зло, но ослабленный плотью, был бессилен. Как же ослаблен? Плотью, то есть мудрованием плотским. Хотя закон и поучал, однако не мог победить чрезмерно плотское мудрование. Поэтому Отец послал Сына Своего в подобии плоти греховной, то есть имеющего плоть по существу, подобную нашей греховной, но безгрешную. Так, как упомянул о грехе, то и прибавил в подобии. Ибо Христос принял не иную плоть, но ту же самую, которую имеем мы, и ее осветил и увенчал, осудив грех в воспринятой плоти, показав, что плоть не греховна по естеству. Вообрази, что царский сын, увидев на рынке, что бьют женщину, называет себя ее сыном, и таким образом освобождает ее из рук бьющих. То же самое сделал Христос. Выражение в жертвах за грех можно разуметь и проще. Так. Отец послал сына своего в жертву за грех, то есть преодолев грех. Объясняя это, великий Ян Златоуст сказал, Христос обличил грех, тяжко согрешивший. Ибо доколе грех умерщал грешников, по всему праву наносил им смерть, то как учинившие несправедливость подвергнут осуждению. Итак, Бог послал сына своего как для того, чтобы показать несправедливость и греховность греха, так и для того, чтобы законно осудить его, дабы дьявол не мог сказать, меня победил Христос силой. Послание к римлянам, 8 глава, 4 стих. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Толкование. Дабы не сказал кто-нибудь, Слава Иисусу Христу! Сестра старшая проверяет нас. Да мы не сказал кто-нибудь. Есть ли польза для меня того, что Христос одержал победу в той плоти, какую воспринял? Говорит, для тебя именно и есть она победа. Оправдание, говорит, то есть цель закона, ибо закон имел цель и оправдать человека, исполняется в нас. Чего закон домогался и не мог сделать, то сделал для нас Христос. Его дело было вести борьбу, а мы воспользовались победой. Поэтому мы и не будем грешить, если не будем жить по плоти, то есть мудрствовать плотское. Чего, впрочем, то есть не мудрствовать плотское недостаточно, а должно быть у нас, как и выше сказано, еще мудрование духовное. Поэтому присовокупил, но по духу. Ибо Давид говорит, не только уклоняйся от зла, но и делай добро. Псалом 33, стих 15. Ибо услышав, что Христос даровал нам победу, мы отнюдь не должны падать, но должны сохранить благодать бани водной. Ефесян, 5 глава, 26 стих. Потому что теперь борьба для нас легче, нежели была она прежде. Римлянам, 8 глава, 5 стих. Ибо живущий по плоти о плотском помышляет, а живущий по духу о духовном. Толкование. Предавшийся неумеренному рабству плоти всегда помышляет о плотском и никогда не размышляет о божественном. А кто всецело покорился духу, те и мыслят и делают все духовное. Римлянам, 8 глава, 6 стих. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир. Толкование. Мудрование плотским называют грубейшее помышление, заимствовав для него имя от худшей части человека, ибо плоть сама по себе не имеет собственного помышления, но у мудрования плоти есть помышление грубое и вещественное, которое иной может назвать умом, помышляющим о плотском. Так и мудрование духовное есть ум, помышляющее духовно. Последнее рождает жизнь, противоположность смерти, которую рождает мудрование плотское, а также мир, противоположность тому, о чем далее говорится. Римлянам, 8 глава, 7 стих. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Толкование. Помышление духовное рождает мир, а помышление плотское вражду против Бога. Значит, помышление о плотском поднимает руки на Бога? Нет, говорит, но в нем говорится, что оно есть вражда против Бога, потому что оно не покорно закону Его. Не смущайся, однако, слыша, да и не могут, а понимать слова эти как должно. Мудрование плотское не может покоряться Богу, пока остается таким. Это тоже значит, что сказать блудница не может быть целомудренной. Иначе как бы могли бы сделаться из злых добрыми сам Павел разбойник и бесчисленное множество других порочных людей, если невозможно была перемена? Так и в Евангелии Господь сказал, не может дерево худое приносить плоды добрые. Евангелие от Матфея 7 глава 18 стих. То есть пока остается худым. Итак, не будем помышлять о плотском, но будем помышлять о духовном, чтобы иметь мир с Богом, дающим нам Духа, через которого легко для нас все, что было трудно для исполнения во времена закона. Римлянам 8 глава 8-9 стихи. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, но по духу. Если только Дух Божий живет вас, если же кто Духа Христова не имеет, то ты не его». Толкование «Толкование». «То есть имеющие мудрование плотское не могут угодить Богу, пока остаются такими, ибо плотью назвал не сущность плоти, но жизнь грубую, плотскую и делающую всего человека плотским». Так и в Ветхом Завете сказано было «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, ибо они плоть». Ботие 6 глава 3 стих. Далее «Вы не по плоти живете, то есть не плотской жизни служите, но в духовной. Для чего же не сказал «Вы не во грехах живете», дабы ты знал, что Христос не только угодил мучительство греха, но и плоть сделал более легкой, как железо от продолжительного прикосновения к нему огня само делается огнем, так и плоть тех, которые получили Духа через крещение, вся делается духовной. Слово «Если только» употребляется здесь не для обозначения сомнения, но при полной уверенности, вместо «Поскольку Дух Божий вас, то вы в Духе». Не сказал «Если же вы не имеете Духа Христова», ибо такое выражение весьма неприятно, но говорить неопределенно. «Если же кто Духа не имеет, тот и не Христов». И справедливо, ибо Дух есть печать, посему кто не имеет печати, тот не принадлежит Господу, означаемому этой печати». Римляна 8, глава 10, стих. «А если Христос вас, то тело мертвого для греха, но Дух жив для праведности». Толкование опять утешает слушателей, когда говорит «А если Христос вас?» И некоторые под Христом разумели здесь Духа, но это неверно. Апостол дает разуметь, что имеющий Духа имеет в себе самого Христа. Ибо где одного из лиц Святой Троицы, там и прочие лица. Что же будет, если Христос будет в нас? Тогда тело бывает мертвого в отношении к греху. И Дух Святой в вас есть жизнь. То есть не только сам живет, но и другим может доставить жизнь. Дух же есть жизнь для праведности. То есть потому, что мы оправданы Богом. И эта праведность или оправдание сохраняется в нас. А когда она сохраняется, то греха не будет. Когда же нет греха, то нет и в настоящем веке, когда станет жить по Боге. И бы та жизнь называется в собственном смысле жизнью, когда мы мертвы для греха. И в будущем, где жизнь нескончаемая. Римлянам 8 глава 11 стих. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваше смертное тело Духом Своим, живущим вас. Толкование. Опять начинает речь о воскресении и говорит «Не страшись, что ты облечен смертным телом. Ты имеешь Духа Божия, воскресившего Христа из мертвых. Как Он Его воскресил, так и тебя несомненно воскресит, даже оживотворит. Воскреснут и те, которые не имеют Духа, но они воскреснут в наказание, а имеющие Духа воскреснут в жизнь. Поэтому то не сказал апостол воскресить тело, но оживит живущим в тебе Духом. Не сказал жившим, но живущим, остающимся до конца. Ибо видя в тебе Духа Своего, Бог не восхочет не ввести тебя в брачный черток. Подобно как, если не будешь иметь Духа, несомненно погибнешь, хотя и воскреснешь. Итак, умертви тело, чтобы жил тебе Дух, а через него дана была тебе жизнь. Послание Кремлина, 8 глава, 12 стих. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Полкование. Ибо что излил на нас Бог, то было делом благодати, а что наше, то бывает подолгу и требуется неизбежно. Объясняешь выражение не по плоти, дабы ты не понял его о существе плоти, присовокупил, чтобы жить по плоти. Я, запрещаю не всякое попечение плоти, ибо многое обязаны мы делать и для плоти, питать ее, греть, но такое, которое доводит до греха, ибо по плоти живет тот, кто делает плоть госпожой жизни своей и царицей души. Послание Кремлина, 8 глава, 13 стих. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Толкование. Смертью называют здесь не одну бессмертную казнь гиене, но именуют смертью и жизнь, проводимую на земле в злых делах. Напротив, если духовной жизнью умертвим худые дела плоти, то будем жить и тогда жизнью нескончаемой, а теперь жизнью добродетельной. Ибо кто мертв для мира, тот живет. Заметь же, что не сказал тело умерщвляйте, ибо это человекоубийство, но дела плотские, очевидно, порочные. Ибо следует умерщвлять не просто зрение или слух, ибо видите или слышать есть естественно плотское дело, но потребление их во зло. римлянам 8 глава 14 стих. Ибо все водимые Духом Божиим суть Сыны Божией. Толкование. Выше дал такое обещание. Будете живы, если умерщвляете порочные дела. Теперь предлагает важнейший венец и большую мзду, именно усыновление Богом. Не сказал, все, которые живут Духом, но все, которые водятся Духом, то есть управляются как возницей, делая Духа Господином над душой и плотью. Хотя ты и принял крещение и стал через крещение Сына Божиим, но если не будешь водиться Духом, то утратишь дар. Ибо хотя все мы получили Духа в бане воздержания, но водиться им во всю жизнь требует от нас, как наше дело. Поэтому не сказал, которые получили Духа, те суть Сыны Божьи, но говорит, которые Духом Божьим водимы. Комментарий Игнатия Лапкина. Как показала статистика и тщательное исследование, из трехсот крещенных моченых в храм ходит только один. И тот случай к случаю. Почему не устрашили тебе словами феофилакта этих празелитов? Но если не будешь водиться Духом, то утратишь дар, что же понаделали лживые пастыри, совершенно не научив тех, кого допустили до крещения, и даже внешне совершив его абсолютно неправильно. За такое крещение и мочение они все достойны извержения и сана. «Если кто епископ или пресвитер совершит не три погружения единого тайного действия, но одно погружение, давай моя смерть Господня, она будет извержена. Ибо не говорил Господь в смерть мою крестите, но идя научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Это 50-е апостольское правило. Хотя ты и придял крещение и стал через крещение Сыном Божиим, будешь водиться Духом, то утратишь дар. Эти слова относятся в первую очередь к самим архиереям. «Если не будешь водиться Духом, то утратишь дар». Разве эти слова не в силах ныне поразить страхом Божиим всех священников? «Но если не будешь водиться Духом, то утратишь дар». Служение Богу это не только нахождение в храме, но это и вся наша если кто не живет в Духе Святом, тот навеки погиб. И никакие многочасовые моления, никакие утомительные крестные ходы, ни причащения, ни сдвинут с мертвой точки мертвецов духовных. Надо родиться свыше, надо исполниться благодатью Духа Святого. Если не будешь водиться Духом, то утратишь дар». Римляна 8 не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем «Авва Отче». Толкование. Апостол сказал, что водимые Духом Божиим суть сыны Божия. Но так как усыновление Божие усвояли себе и иудеи, я воспитал и возвысил сыновей. Исайя 1 глава 2 стих. И еще. «Израиль есть сын мой, первенец мой, исход 4 глава 22 стих. То показывает, что какая находится разность между нашим сыновством и сыновством иудеев. Иудей говорит, приняли Духа рабства. Так называют письмо закона. Ибо хотя оно давно было Духом, давно было Духом, но более прилично рабам. Отсюда то и наказание телесное вслед за делами. И побиение камнями, и сожжение, и угрозы. Меч говорит, пожрет вас. Исайя 1 глава 20 стих. Отсюда же опять и награды земные, и обетование благ земных, и множество маловажных и приличных рабам заповедей. Поэтому хотя иудеи и назывались сынами, но были рабами, а мы называемся сынами, как благородное и свободное. У нас и награды небесные, и царство небесное, и наказание у нас состоит не побиение камнями и прочим, чему подвергали иудеи священники. У нас достаточно только отлучить виноватого от таинственной трапезы, так и сына, как и сына. И заповеди у нас божественные и приличные благородным. Например, не смотри на женщину нечистым моком, не божись, оставь свое имение, а исполняются они не из боязни наказания, но по внутреннему расположению. Что доказывает тем, что у нас многие преуспевают сверх предписанного во многих заповедях. Притом у иудеев не было духа, а у нас обильная благодать его. Употребил слово еврейское, ибо так собственно называют отца подлинные сыновья его. Как так, спросишь, разве не называли Бога отцом и иудеи? Коворится, заступника родившего тебя ты забыл. Второзаконие 32, 18. В другом месте, не один ли Бог сотворил нас? Малахия 2, 10, и еще, не один ли у всех нас отец? Малахия 2, 10. Но хотя сказано об иудеях, однако не нашлось ни одного иудея, который называл бы Бога Отцом в молитве, как теперь все мы называем Его о покрещении. Притом, если иудеи называли когда Бога Отцом, то от своего ума, а верующие именуют Его так будущие движимые силы духа. Как о духе пророчества узнаем из того, что получивший его предсказывает будущее, так и дух усыновления узнается из-за того, что получивший его имеет духа Богом, будучи движим к тому духом, ибо и это есть один из даров духа, как внушает и сам Павел. Послание Кремлина, 8 глава, 16 стих. «Сей сам дух свидетельствует духу нашему, что мы дети божьи», полкование, сам утешитель свидетельствует о сообщенном нам даровании, ибо мы выговариваем слово «ава» не без свидетеля и не сами от себя, но это есть дар утешителя, или утешителя, и он научил нас говорить так в молитвах духом, то есть дарование. Римлянам, 8 глава, 17 стих. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться». Толкование. «Так как не все дети наследники, то доказывает, что мы и дети наследники, а как не всякий наследник наследует лучшее достояние, то доказывает, что мы наследовали лучшее достояние, ибо мы наследники Божии. Опять, поскольку можно быть наследником, но вовсе не сонаследником единородного, то говорит, что нам и это принадлежит, ибо мы сонаследники Христу. Сказав, что мы будем сонаследниками Христу, доказывает, что мы достигнем этого не без причины, ибо кто почитал такими благами не оказавших еще никаких заслуг, то не тем липачи вознаградит их, видя их много труждающимися. А это делает он для того, чтобы получающие дар не стыдились, будто они получают его без труда. Размысли, однако, о том, что здесь внушает, как нужно удостоившемуся таких даров подвергать себя страданием и бедствием. Римлянам 8 глава 18 стих. Ибо думая, что нынешние времена, временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Полкование. Сказав, о страданиях апостол, чтобы слушатель его не поколебался, как выведенный на страдания и влекомый на бедствия говорить не бойся. Нынешние временные страдания, то есть приходящие, ничего не стоят в сравнении с будущей славой. Не сказал с будущим покоем, но славой, которая для многих вожделена. Где покой, там не всегда слава, а где слава, там и покой. Словом откроется показал, что слава теперь есть, но скрыта, а тогда она откроется. Так как она величайшая и неизреченно превосходит настоящий век, то и уготована тем, как простирающаяся в нескончаемые веки. Поэтому, слушатель, имея в виду, что страдания временные, а слава будущего века нескончаема, принимай страдания и приобретай славу. Римляна 8 глава 19 стих Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих полкования. Желаю показать, какую получим славу говорит, что и сама тварь переменится к лучшему, и тем паче мы придем в лучшее состояние. Сказано имеет такой смысл. Пророки говорят так, у них реки рукоплещут, холмы скачут, животные и чувственные предметы имеют лица. Так делает и апостол, когда говорит, что тварь имеет надежду, то есть большое ожидание, что и она переменится к лучшему, и ожидает откровения славы для нас, сынов Божьих. Тогда и она прославлена будет нетлением, когда и мы улучшим бессмертие. Поэтому, когда слышишь речь о твари, как обудушевленной, полагаешь, что так говорится по обычаю олицетворения. Послание Кремлина 8 глава 20-21 стихи Потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Толкование Суете, то есть нетлению, тварь покорилась, то есть сделалась тленой через тебя человек. Поскольку ты получил тело смертное и подвержденное страданием, подверженное страдание, то и земля произрастила тернии и волчцы, и небо состарившееся имеют нужду в перемене. Каким же образом тварь сделалась тленной через другого? Потому что она и создана была всецело для человека, который пренебрегал ею и устремлял дух к небесному. Выражение недобровольно означает, что все было по печеньям Божиим, а не могло состоять в воле твари. Слова в надежде и прочее, подобные им, почитая сказанные по обычаю олицетворении. Итак, и сама тварь освобождена будет, не ты один, но и гораздо низшая тебя, не имеющая ни души, ни чувства, и это, говорю, будет участвовать с тобой в благах, и не будет уже тленом, но сделается соответственным тебе. Когда тело твое стало тленом, то и тварь сделалась тленную. Так же, когда тело твое сделается тленом, то и тварь станет тленной. Итак, если тварь подвергалась страданию для тебя, то и ты должен терпеть страдания для Бога. И если она надеется быть прославленной, то тем более ты надеешься быть прославленным. И Отец одевает слуг в хорошее платье для чести сыновей, так и Бог уберет тварь в честь нашу. Римлянам 8, глава 22, 23 стих. Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне. И не только она, но и мы сами имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Полкование. Этими словами побуждает слушателя презирать настоящее. Говорит как бы так. Не будь хуже твари и не прилипляйся к настоящему. Напротив, даже воздыхай, что не обладаешь еще будущей славой. Если тварь воздыхает, то тем более ты должен поступать так. Присокупляет же, что и мы сами, имея начаток духа, то есть вкусь их будущих благ, стенаем. Потому что не обладаем еще ими. Ибо в будущих благах мы составляем понятия по тем дарованиям, которые получили. Ибо эти дарования суть начаток. Потом, чтобы иеретики не имели повода думать, будто мир есть зло, и будто поэтому мы воздыхаем, говорит, ожидая усыновления. Как так? Мы уже усыновлены. Какое же еще другое усыновление получим? Я отвечаю, говорю, не о том усыновлении, которое усовершается через крещение, ибо это усыновление мы уже получили, но в совершенной славе, состоящее в нетлении тела. Она-то и есть совершенное искупление, свобода и освобождение от смерти и страданий. Когда из состояния усыновления мы не возвратимся уже в рабство греховное. Римлянам 8 глава 24-25 стихи. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Толкование. «Поскольку говорил о будущих предметах, которым многие не верили, то внушает, не сомневайся, ты верующий относительно того, что я говорю. На основании того, что ты уже получил, будь уверен и относительно будущего. Как прежде, когда Бог даровал тебе великие блага, ты ничего не принялся, кроме одной веры, так и теперь, в надежде на будущее благо, воспользуйся верой же. Ибо надежда тогда именно и бывает надеждой, когда предмет ее составляет невидимое. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Итак, не должны искать всего здесь, но мы ожидаем в терпении будущего. Когда слышишь о терпении, то подразумевай мысль о подвигах и усиленных трудах. Ибо христианин должен терпеть, ожидая невидимого, но чаймого верой. Римлянам 8 глава 26 стих. Так же и дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам дух ходатайствует за нас, воздыханиями неизреченными. Толкование. Упомянув о терпении, ободряет слушателей и говорит, что и дух подкрепляет нас. Поэтому не изнемогай в надежде и при терпении. Ты приносишь только надежду и терпение, помогая тебе дух. Показывает, как помогает дух в немощах наших. Мы так немощны, что даже не знаем, о чем должно молиться. Все мы вообще так немощны. Так немощны я, Павел. Ибо и Павел молился об избавлении от жала в плоть. 2 Коринфянам 12 глава 8 стих. И о том, чтобы прийти ему в Рим. Римлянам 1 глава 10 стих. И Моисей молился, чтобы видеть ему Палестину. Второзаконие 3 глава 23-25 стихи. И Еремей молился об Иудеях. Еремей 11 глава 14 стих. Не зная, что было необходимо. Так говорит теперь Павел, потому что тогда верующие римляне подвергаясь гонениям и оскорблениям, естественно, желали покоя, и не получая его, подали в уныние. Итак, он доказывает, что никто из людей не знает, чего полезно просить. Поэтому вы, говорит, должны терпеть, а что полезно вам, об этом знает один дух. Посему присовокупляет и не же следующее. В древности Бог сообщал крестившимися многие различные дарования, которые вообще назывались духом. Один имел дар пророчества, другой дар мудрости, иной другое какое-нибудь дарование. Так точно подавал Бог и дар молитвы, который также назывался духом. Поскольку, не зная много полезного для нас, мы просим бесполезного, то в первенствующие времена дар молитвы наисходил на кого-нибудь одного, который просил и других, научал просить полезного для всех. Итак, духом называют здесь дар этого рода и душу, получающую дар молитвы, ходатайствующий пред Богом и воздыхающий, ибо таковой духовный человек стоял ведь с великим сокрушением и с сильными воздыханиями. Теперь знамение этого видим и в дьяконе, которое стоя приносит прилежные моления вместо народа. Все. Процедуем.